Добрый день, дорогие друзья! Друзья, уважаемые гости! Мы традиционно вновь собрались в субботу, в священный шаббат, в Одесском доме-музее имени Николая Константиновича Рериха. И сегодня наша программа посвящена презентации потрясающей книги, я не просто говорю потрясающей книги, авторы-составители, которые являются, живущие в Нидерландов, Константин Гилевич, переводчик, авторы-составители, и его супруга Екатерина Ляхова, доктор философии. Эта книга называется «Возрождение бунизма» на Шри-Ланке или на Цейлоне. И речь идет о тех, которые не то что восстанавливали буддизм, который был угнетен на Цейлоне, а о Нагарике Тхарамапале. И после посол, чрезвычайно полномочный посол Цейлона, который представлял Цейлон в 50-е годы, когда работал Юрий Николаевич Рерих. В этом году Юрий Николаевич Рерих исполнится впереди еще 16 августа, 120 лет со дня рождения. Посол, фамилия его Малала Секера. И вот этот уникальный материал впервые был переведен с английского языка Константином Гилевичем Екатериной Ляхой. Они об этом будут рассказывать и показывать ценнейшие фотографии. Кроме того, они вошли во взаимодействие, в контакт с ныне живущими дочерьми посола Малала Секере, о котором они будут рассказывать. И воспоминания эти тоже помещены в эту книгу. Это книга, серия Будика, которую основал Одесский дом-музей имени Николая Константиновича Рериха. Я скажу, что это единственная серия, которая существует у нас в Украине. Ни институт востоковедения киевский имени Агат Ангела Крымского, ни какие-то другие отделения востоковедения такую серию не основали и не издавали. И впервые в этой серии вышли книги нашего замечательного украинского востоковеда, ученицы знаменитых учителей буддизма Кузнецова и Панкратова, знатока тибетского языка, которая приехала к нам в музей, брала рукописи тибетские, просто их так читала. Елена Дмитриевна Огнева, старший научный сотрудник, кандидат наук Института востоковедения Крымского имени Агат Ангела Крымского института. Ну а перед тем, как мы приступим к презентации этой книги, которую наш музей издал, несмотря на такие условия, как всегда, музыкальное приветствие. И как всегда наши друзья. Наши друзья откуда? Наша Одесская музыкальная академия имени Антонины Неждановой, которую мы любим, и кафедры, и которые, это консерватория, академия, простите, выступает, постоянно у нас музей с времени основания музея. А музея уже 22 года. Сегодня представители кафедры сольного пения, которую руководит Елена Астаховская, а Павел Купин, кафедра инструментального, струнных инструментов, простите, представят нашу школу, студенты выступят, представят и аккомпаниаторов, преподавателей Одесской музыкальной академии имени Неждановой. Несмотря на то, что идет дистанционное обучение, все же таки есть и такие живые программы, которые проходят в нашем музее. Мы очень благодарны нашей Одесской музыкальной академии. Мы желаем продвижения студентам, мы желаем всем мира, добра, хорошего завершения учебы и представлять музыкальную традицию Одессы и в нашей стране, и за рубежом, как высокую, ну скажем, марку, высокой квалификации, той традиции, которая была и на кафедре сольного пения, которую возглавляла Галина Анатольевна, которая буквально недавно ушла, и скрипичную школу, пианистическую школу. Пожалуйста. Поет студентка Одесской музыкальной академии имени Неждановой Вансович Александра, класс доцента Горелик Ларисы Маратовны, Римский Корсаков, песня Зулейки, партия фортепиано и на суббот. Любовник розы соловей Прислал тебе цветок свой милый, Он падет песнею своей. Всю ночь пленят твой дух унылый, Он любит петиши ночей, И дышит песню унылой, Но обнатяженный мечтою, Споет он песню веселей. Издумай тайною моей, Цегла коснется пени сладость, И напоят на сердце радость, Любовник розы соловей. Дремлюба наделу печку впали росы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дремлюба наделу печку впали росы. ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аренский, «Сад весь цвету» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Доктор философии. Еще расскажу, что речь пойдет о двух возродителях буддизма на Цейлоне, об Анагарике Дхармапале и о Малапианеле Маласекера. Наш музей, конечно, выпустил и афиши, и пригласительные билеты. Вот Константин Гилевич и Екатерина Ляхова их еще не видела. Вот такие мы все-таки разнесли, пригласительные билеты выпустили, чтобы это было торжественно. Но прежде чем предоставить слово нашим друзьям, я хотела бы сказать несколько слов о Константине Гилевиче, что это удивительный, во-первых, переводчик. Я бы сказала, скажу еще раз, талантливый переводчик. Это не первый перевод, а переводил сложнейшую книгу воспоминаний графини Константс Вахтмейстер у Елены Петровны Блавацкой в ту пору, когда она писала свой труд, венец, тайную доктрину, которая была издана в 1888 году. И вот перевод книги, которая выходила в свое время в Англии в 1893 году и в 1976 годах на английском языке, один из вариантов 1893 года, 1893 года, Константин перевел. Константин переводил и письма Николая Константиновича Рериха, которые приобрел наш музей. Мы имеем самый большой корпус писем Николая Константиновича Рериха, подлинники, к американскому художнику Джозефу Эрлу Шраку, который возглавлял Академию творческих искусств в музее Николая Константиновича Рериха в Нью-Йорке. И вот эти 23 письма переводил не только просто перевел, а талантливый перевел. И когда ты читаешь на русском языке, ну буквально ты слышишь голос Николая Константиновича. Это перевел потрясающий труд Ромин Доранат Атагора, сборник его стихов под названием «Перекресток». Эти стихи Ромин Доранат Атагора писал не на своем родном языке, Бенгалии, а он писал их на английском языке. И вот с английского языка Константин Гелевич перевел этот сборник. Ну и много других переводов он делает, и аннотации, и мы издаем серию каталогов, альбомов каталогов, тех выставок, которые проходят у нас, и обязательно аннотация идет на английском языке, вот сейчас выйдет у нас была выставка в Гимсинонский сад. Это переводы Константина Гелевича. Я еще ряд переводов не сказала, но я сказала вот такие основные, главные, большие переводы. А сегодня книга. Пожалуйста, Константин. Пожалуйста, Екатерина. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, добрый день. Мы очень рады, что наша книжка наконец-то увидела свет. Прежде всего, хотелось бы обратиться со словами благодарности Елене Григорьевне Петренко, сотрудника музея, Максима Моисеенко и всем тем, кто принял участие в издании этой книги. Елена Григорьевна смогла очень быстро организовать передачу этой книги сюда, в Нидерланды, и мы получили, имели возможность держать ее в руках. Нужно сказать, что книга получилась изумительно прекрасной, совершенно замечательной фотографией, а они уникальны, мы об этом чуть попозже расскажем. И, конечно, мы очень рады сегодня поделиться с вами и тем, как пошла работа над этой книгой, ну и, конечно, рассказать о тех, кому эта книга посвящена. Книга состоит из двух частей. Первая часть посвящена Анагарике Дхармапали, а вторая часть посвящена Гунапали Пиасене Малаласекере. Работу над первой книгой вела Екатерина Станиславовна Ляхова, и я, собственно, мы с этого начнем. Я с радостью передаю ей слово. Пожалуйста, Екатерина Станиславовна. Добрый день, дорогие друзья. Я тоже хочу начать нашу презентацию со слов огромной благодарности Елене Кригорьевне и Максиму Васильевичу Моисеенко за издание этой книги в это особо трудное время. И хочу сказать, что мы встречаемся с вами в преддверии очень большого буддийского праздника. Мы не случайно выбрали эту дату для презентации 14 мая. 16 мая 2022 года буддисты всего мира празднуют праздник Весак. Его также можно называть Будда Пурнима, Будда Джаянти. Этот день, в котором буддисты в разных странах празднуют день рождения Будды, день просветления Будды, а также день паранирваны Будды, Шакьямуни. Этот день украшают торжественно храмы, создают изысканные сцены жизни Будды. Буддисты стараются помочь несчастным, накормить бедных, нуждающихся людей. Зажигают тысячи и тысячи огней, вы видите, запускают эти огоньки в тысячи огней в небо. Хочется в этот день послать нашу общую дружескую мысль буддистам всего мира и хочется начать в качестве эпиграфа словами Елены Ивановны Рерих, посвященными великому учителю Будде Гаутами. Великий Гаутама дал миру законченное учение совершенного строения жизни. Вся такая попытка сделать из великого эволюционера Бога приводит к нелепости. Конечно, до Гаутамы был целый ряд подвижников общего блага, но учение их распылялось сотнями веков, потому учение Гаутамы должно быть принято как первое учение знания законов великой материи и эволюции мира. Закон бесстрашия, закон отказа от собственности, закон ценности труда, закон достоинства человеческой личности, вне классов, внешних отличий, закон реального знания, закон любви на основе самосознания делают заветы учителей непрерывной радугой радости человечества. Наша книга, посвященная возрождению буддизма на Шри-Ланке, рождалась очень долго, можно сказать, даже сложно. Но для нас обоих она подарила неожиданную, совершенно неожиданную для нас любовь к удивительной стране Шри-Ланке, о которой мы знали достаточно достыдного мало и который мы сейчас очень полюбили. Это удивительная страна. В переводе Шри-Ланка означает «благословенный остров» или «благословенная земля», «святой остров». Это страна с совершенно благословенным климатом, удивительные сокровища, культурные, исторические сокровища. И очень трагично то, что сейчас эта страна переживает очень трудные времена. В этой стране голод, настоящий голод. В этой стране, в которой можно снимать не один урожай в год. И, к сожалению, это показывает, что люди своими действиями могут привести к упадку даже самый благословенный край. Опять же, этой книгой нашей беседы сегодня хочется посылать свои мысли Шри-Ланки и надежда на то, что тяжкое время скоро пройдет. Земные недра этого острова хранят уникальные драгоценные камни, добываются до 80 разных разновидностей их. Этот остров был известен с давних времен и упоминается в сказках, таких как сказки о Симбаде-мореходе и сказках «Тысячи одной ночи». Его называют Ратна-Дипа или Остров драгоценных камней или Серендип – Неожиданная удача. Марко Поло рассказывает о рубине, принадлежащем царю Шри-Ланке величиной с ладонь. И существует предание, что царь Соломон подарил царице савское украшение, сделанное из драгоценных камней Шри-Ланки. Здесь добываются и рубины, и берилы, и гранаты, множество прекрасных драгоценных камней. Что мы знаем о Шри-Ланке? Конечно, приходит на ум и древнеиндейский эпос Ромаэна. Именно на этом острове заключение у царя демонов Раваны томилась прекрасная сита супруга царевича Рамы. Именно здесь состоялась Великая битва, в которой войско Великого Рамы победило армию демонов. И здесь, в личном поединке, Рама сокрушил Равану. Так, в соответствии с легендой, на святом острове Ланки силы света и добра одержали победу над злом. Казалось бы, было бы естественно, если бы именно Рамайна получила свое развитие на этом острове. И, конечно, этот остров, несмотря на то, что он небольшой, в нем присутствует множество различных религий. Но именно буддизм получил самое яркое развитие на этом острове. Постепенно, уходя из Индии, он в течение тысячелетий существовал именно на Шри-Ланке. В III веке до н.э. император Ашокон направил на Цейлон специальную миссию для распространения буддизма, и эту миссию возглавил его сын Махендра. В ответ царя Шри-Ланки Тиса принимает в честь Ашокки Титу, угодной богам, и величает в себя Диванампия Тиса. Здесь вы видите старинное изображение, изображающее царя Диванампию Тису, а также Тхер, ученый-монах Махинду. Их первая встреча состоялась на этой горе, горе Мисака, современной Мехентали. И это место является сейчас местом паломничества. Вы видите прекрасную ступу, которая построена там. Царь Диванампия Тиса воздвиг в древний буддийский комплекс, включающий в себя храм Скале и Сурмунию, а также статуи лежащего Гаутамы Будды, пруд и вырезанная в скале барельеф из слонов, сохранившаяся в своем первозданном виде. Здесь вы видите картину Николая Ксенча Иериха из серии Ашрама. В 1931 году Семья Рерих посещала Цейлон. И вы видите здесь как раз этих барельеф и этих слонов, которые сохранились и до нашей дни. Вы видите современную фотографию этого места. И вы видите также фотографию, экспедиционную фотографию из архива семьи Рерих. Огромное значение в культуре Шри-Ланки играет буддизм. Вплоть до завоевания острова европейцами в 17 веке буддизм является на Шри-Ланке основной религией. Он неразрывно связан с государственной властью, и способствует объединению Шри-Ланки под одной политической властью. Во многом определяет культуру, традиции, законы и устройства государств. На Шри-Ланке берется начало старейшая из ныне существующих, одна из старейших из существующих ныне школ буддизма Тхеравада. Именно шри-ланкийским монахам буддийский мир обязан появлением древнейшего письменного источника буддийского Типитаки. Монахи традиции Тхеравада впервые записали Типитаку на палевомых листах около 80-го года до нашей эры, опасаясь утраты священных текстов. До этого момента тексты, Типитаки передавались в устной традиции. В своей книге «Алтай Гималая» Николай Акстенович и Иерих пишут, «Но где же дворцы и пагоды?» Странно, первые лики Будды и Майтрея показались в храме Келания около Коломба. Мощные изображения хранятся в сумерках храма. Хинаяна гордится своей тонченностью и чистотой философии перед многообразной Махаяной. Будда и Майтрея скрыли свои лики в потемках храма Келания около Коломба. Мощные изображения заперты в каких-то гигантских стеклянных шкафах по темным углам. Обновленная большая ступа около храма напоминает о древнем основании этого места. Впрочем, и все Коломба и Цейлон только напоминают по осколкам о древней Ланке, о Ханумане, Раме, Раване и прочих гигантах. И для буддизма Цейлон – важное место. Хочу показать вам несколько изображений, показывающих одни из древнейших культурных памятников Шри-Ланки. Так называемый «золотой культурный треугольник Шри-Ланки», который объединяет Канди, столицу древнего буддийского государства, где находится храм Зуба Будды, одна из больших святынь буддистов и почитаемая святыня буддистов Шри-Ланки. Древнейшая столица Анорадхапура, Полуна Рува – следующая столица, более поздняя столица государства Шри-Ланки и Мехентали, которое я уже упоминала, место, где впервые прозвучала буддийская проповедь на Шри-Ланке. Шри-Ланка почитается как важное место людьми совершенно разных культур. Это уникальный памятник тому подтверждения. На горе сохранился отпечаток ноги, который буддисты почитают как отпечаток ноги Будды. А христиане и мусульмане считают, что это след ноги Адама. И именно сюда Адам и Ева были низвергнуты из рая, и остался след ноги Адама. Отсюда европейское название горы Адама в пик или местное название Шри-Пада – «Священный след». Также на Шри-Ланке находится большая святыня для буддистов – Джая Шри Махабодхи. Дерево выращенное из семени дерева Будды, дерево Будды, под которым Будда получил озарение. Это дерево находится в Анарадхапуре, древней столице Шри-Ланки. Отросток дерева привезен из Индии дочерью императора Ашоки Сангхамитты и посажен в 2888 году до н.э. Таким образом, это и одно из старейших деревьев на Земле. Нужно сказать, что дерево Будды, которое ныне растет на месте просветления Будды в Индии, в свою очередь было выращено из отростка, взятого от этого дерева Джая Шри Махабодхи. Я делаю достаточно большое выступление, но я его делаю потому, что я хочу показать, каков был вклад и что принесли буддистам Шри-Ланке и мира Анагарикатхармапала и Глунапала Пиасена Мамаласекара. Потому что, конечно, история буддизма на Шри-Ланке была сложная. Были, конечно, и внутренние буддийские распри, иногда религиозные, как в любой религии, были непонимания и была борьба некоторых направлений. Однако, с началом колониальной захвата этого острова буддизм постепенно приходит в упадок. Это происходит в XVI веке. Первое завоевание Шри-Ланки происходит португальцами. В 1550-е годы происходит начало португальской колонизации. В 17-м, в начале же 17-го века организовывается Голландская Ост-Индийская кампания на острове Ява. И начинаются военные действия между Голландией и Португалией. Идет борьба за остров уже Цейлон. Теперь он уже называется Цейлон. Таким образом, начиная с 1658 года, начинается голландская колонизация острова Цейлон. В конце XVIII века, в 1796 году, в борьбу вступает Великобритания. Она заключает военный союз с последним буддистским государством на острове Канди и начинает завоевывать голландские владения. Нужно сказать, что и португальские, и голландские завоевания в основном ограничивались при морскими территориями. Центр страны, в которой как раз находилось государство Канди, достаточно до XIX века оставался независимым. Однако, таким вступив в союз с Великобританией, государство Канди теряет свою независимость. И эта колонизация, британская колонизация, закончена в 1815 году. И нужно сказать, что только в конце XX века, в 1972 году, страна возвращает свое имя Шри-Ланка и перестает быть доминионом Великобритании. После войны определенного самоуправления страна добилась, но она по-прежнему остается очень зависимой от Великобритании. И, собственно, независимости она добивается только в 1972 году. Каким образом происходит это завоевание? Каждый завоеватель приносит свою религию. Португальцы приносят католицизм, голландцы начинают сражаться и с католиками, и с буддистами. Потом приходит английское завоевание. И здесь, чтобы проиллюстрировать ситуацию с распространением буддизма на острове, я хочу привести слова Анагарики Дхарма Пала, которые мы приводим в книге. Ко времени моего рождения в городе Колумба не было ни одного места, где можно было совершать буддийские богослужения. Дети буддийских родителей, рожденные в Колумба, должны были быть принесены в церковь, где записывались имена родителей, и дата рождения христианский священник давал ребенку библейское имя. И религия Господа Будды была табу. Как реакция на притеснение в попытках сохранить национальную культуру и самоидентификацию, в середине XIX века на Цейлоне начинает возникать движение по защите буддизма. Я сделаю, извините, такое длинное вступление, а теперь мы перейдем собственно к содержанию книги. Книга, как уже упоминалось, посвящена двум выдающимся деятелем буддийского возрождения Анагарики Тхармапали и Гунапали Пьесани Мамаласекари. Анагарики Тхармапал национальный герой Шри-Ланки. Его день рождения является государственным праздником. Можно сказать, что его труды по возрождению буддизма вдохновили Гунапалу Пьесани Мамаласекари. Именно Мамаласекари осуществил в конце мечты Тхармапалы создал Всемирное Братство Буддистов, организацию, которая объединяет буддистов разных стран, и разных конфессий. Имамаласекари перед самым своим уходом успел увидеть свою страну независимую. Безусловно, это был бы самый счастливый день для Анагарики Тхармапалы, который страстно мечтал о независимости и процветании своей страны. Но что нам было очень интересно, нам было очень интересно проследить, как вот эта волна активных попыток восстановления буддизма и влияния буддизма получила свой толчок от деятельностей Елены Петровны Блаватской и Теосовского общества. Именно этому в большой степени посвящена статья, которая предваряет часть, посвященная Анагарике Тхармапале. Мы построили книгу из двух относительно равных частей, практически равных частей. В хронологическом порядке мы сначала рассказываем о Днагарике Тхармапале, а во второй части говорим о Гунапале Пиесене Мамаласекаре. Мы подумали, собственно, эти статьи первоначально были опубликованы в журнале Лиги культуры и Елена Григорьевна Петренко предложила, что мы можем опубликовать эти статьи отдельной брошюрой. Однако мы подумали, имея очень большое количество материалов, уникальных материалов, мы подумали, что нужно расширить и не только эти две статьи опубликовать. Таким образом явилась идея перевести собственно впервые на русский язык перевести тексты статей Анагарики Тхармапалы и Гунапалы Пиасанами Маласекары, посвященные собственно буддизму. Мы очень хотели, чтобы наши читатели смогли услышать голос самих этих выдающихся людей. Николай Константинович неоднократно обращался к обществу Махабодхи, основанному Анагарикой Тхармапалой. И явилось естественным добавить эти обращения статьи, обращенные буддистам и обществу Махабодхи в нашу книгу. Также, как сказала Елена Григорьевна, у нас появилась удивительная возможность и в большой степени именно им мы благодарны за то, что такие замечательные материалы были собраны. Константин Викторович сумел найти подход и связаться с представителями семьи Гунапалы, ПСН и Мамаласекары. Нужно сказать, что мы столкнулись с тем, когда мы начали заниматься этой темой, мы столкнулись с тем, что на русском языке материалов о обоих этих деятелях практически нет. Вы можете сами убедиться в этом, вы, может быть, найдете в Википедии несколько абзацев, но это, безусловно, недостаточно. Более того, если об Анагарике Тхармапале можно найти материалы на английском языке, достаточно много, мы выписывали книги, мы искали книги в разных библиотеках, то о Гунапале Пиасене Мамаласекере найти материалы было очень сложно. Большинство материалов на сенгальском языке. И таким образом контакт, личный контакт с представителями семьи, и вы здесь видите на слайде, вы видите внука Мамаласекеры Руана и его мать, старшую дочь Мамаласекеры Читру. И Руан помог нам в очень большой степени, мы очень благодарны Руану за тот, который был вдохновлен интересом к его деду, и он помог найти материалы и связал нас с другими членами семьи. Так, из общества Мамаласекеры из Шри-Ланки, который возглавляется младшим сыном Мамаласекера Виджаи, Константин Викторович получил уникальное издание, посвященное столетию Мамаласекера. Мы имели также счастье лично беседовать с Аномой Мамаласекера. Вы видите здесь молодую прекрасную девушку, которая переживает счастливейший день своей жизни, ее свадьбу благословляет, зачитывает буддийское благословение Юрия Николаевича Рерих. И вот эта прекрасная девушка еще жива, она живет в Австралии, и мы имели счастье иметь с ней телефонный разговор и спрашивать ее лично о ее воспоминаниях об отце. А сейчас я коротко расскажу об Анагарике Тхармапале и передам слово Константину Викторовичу. Каким он был человеком? Можно сказать, что свое назначение он понял очень рано. Впервые в 14 лет он прочитал свой первый буддийский, первый тоосовский текст. Он происходил из очень буддийской семьи, но как, я надеюсь, я смогла объяснить, быть буддистом на Цейлоне в то время было очень сложно. В ходе своего образования он вспоминает в своих дневниках, он учился в христианских школах различных направлениях, католических и других христианских школах. Им просто запрещали говорить и на своем родном языке, и запрещали читать буддийские тексты. Интерес к буддизму не поощрялся, а иногда напрямую запрещался. В 16 лет Анагарик от Хармопала встречает Елену Петровну Блаватскую, и он сумел понять и оценить эту встречу и пойти за ней. Елена Петровна даже взяла перед лицом родителей от Хармопала ответственность за всю его жизнь. В возрасте 21 года он принят в Тасовское общество, и тогда в 21 год он принимает решение жить жизнью Анагарики. Анагарик это не имя, Анагарик это титул. Он принял, он конечно хотел стать буддистским монахом, изучая глубоко буддизм и видя в этом свой путь духовного развития. Однако он принимает решение служить в миру, служить буддизму в миру, заниматься не личным спасением, но трудиться на Ниве возрождения буддизма в Индии и Шри-Ланке. Он умел вести за собой многих людей, он обладал очень мощной личностью, силой убеждения, умел своим примером, своей энергией увлечь тысячи тысячи людей. Премьер-министр Цейлона Дадли Синнаяки говорит о нем. Анагарик Адхамапала один из самых великих ценовей Цейлона. Он был великим патриотом и бесстрашным защитником принципов, в которых он верил. Он проповедовал, разъяснял буддийские принципы в Азии, в Цейлоне, Индии, Бирме, Японии, в Европе, Америке. То есть он предпринимал труды по распространению буддизма на всех трех континентах. Он способствовал переводу, сам написал обширные труды по теории буддизма. Можно изучать толстые тома его трудов. Две небольшие статьи из толстого тома его трудов вы найдете в нашей книге. Также он способствовал переводу буддийских текстов на современные языки. Его даже за это называли буддийским протестантом. Он пытался сделать буддийские тексты более близки, более понятны простому народу, который не читал на таких языках, как Пали. Он способствовал своей деятельности восстановлению роли священных буддийских мест паломничества в Индии. Вы можете понять, каждый представитель религии, любой религии, понимает, насколько важны для любой религии священные места, которые связаны с жизнью основоположников этих религий. Это можно сказать о христианстве, это можно сказать об иудаизме, это можно сказать о мусульманстве, как глубоко в этих религиях почитается те места, которые связаны с жизнью основателей и учителей этих религий. К сожалению, к концу 19-го, начало 20-го века священные места для буддистов в Индии находятся в упадке. Нет ни храмов, нет возможности проводить буддийские богослужения. Какое еще качество хочу упомянуть Анагарь Китхар Мапауэм. Здесь вы видите его молодым человеком, его имя европейское, конечно, данное, его имя Дом Давид Дэвэвид Харана. Его качество, которое я хочу упомянуть, это качество благодарности. И он до конца своих дней много раз в своих дневниках упоминает тех людей, которые дали очень много его жизни. И в качестве этих людей он называет своих родителей, отца и мать. Он называет женщину, которая помогла осуществить ему его многие начинания, Мария Робинсон Фостер, которая своей финансовой помощью помогла очень много сделать для возрождения буддийских мест, благодаря ее помощи финансовой были построены и буддийские школы, и храмы в Индии, на Шри-Ланке, были построены и больницы, она была большим благотворителем. И безусловно во всех своих благодарностях Анагарик от Хармапала упоминает Елену Петровну Блаватскую. Он говорит, путь к совершенствованию мне указала госпожа Блаватская на 21-м году жизни. Елена Петровна Блаватская философ, писательница, оккультист, основательница Теософского общества. Она основала Теософское общество, идеей которого было объединение людей Вселенского братства человечества. И абсолютно естественным и непротиворечивым было то, что Анагарик от Хармапала, занимающийся буддизмом, одновременно считал себя Теософом. Собственно, совет изучать глубоко буддизм он получил именно от Елены Петровны Блаватской на самой заре своей деятельности. Теософское общество, устав Теософского общества говорит, что религия является личным делом каждого члена Теософского общества, что является требованием, каждый может следовать своей религии, что является самым необходимым требованием, это уважение, заивного уважения к религии всех и каждого. Можно сказать, что Анагарик от Хармапала был Теософом и был предан этим принципам до конца своих дней. Роль Теософского общества в восстановлении понимания философии Индии и буддийского восстановления Шри-Ланки признают и индусы и признают на Шри-Ланке. Если вы будете смотреть и изучать вопрос о развитии буддизма на Шри-Ланке, Теософское общество всегда упоминается. Я хочу привести несколько слов доктора Радхатришнана, выдающегося философа и президента одного из президента Индии. В то время, когда мы, индийцы, вследствие своих политических провалов, экономических неурядиц, начали сомневаться в ценностях нашей культуры и в ее жизнеспособности, когда все вокруг, в том числе светское образование, казалось, воспитывало в нас пренебрежение к индийской культуре, Теософское движение указало индусам великую слугу, возвращая им их духовные ценности. Влияние Теософского движения на индийское общество в целом трудно переоценить. Скажу буквально два слова о том, как вот этот контакт с Теософским обществом возник у буддистов Шри-Ланки. Я сказала о том, что скажем, движения по восстановлению буддизма начались уже в середине XIX века. И здесь вы видите выдающегося буддийского деятеля, оратора, буддийского священника Мигатуват Иганананду. Как раз тогда в середине, конце XIX века проходят очные и письменные дебаты между буддийскими и христианскими священниками. И содержание этих дебатов было записано и переведено на английский язык. Эта книга была привезена в Америку. Именно эту книгу видела Елена Петровна Блавацкая и полковник Ольхот. И они вступили в переписку с Мигиутоватой Гунанандой. В 1880 году Иоанн Петровна Блавацкий и полковник Генри Ольхот впервые посещают Цейлон. На Цейлоне в это время всего две буддийских школы и 805 христианских. К началу XX века усилиями Таосовского общества на Цейлоне уже свыше 200 буддийских школ. Было основано Таосовское общество, буддийское отделение Таосовского общества. Предложен буддийский катехизис, свод понятий общих для всех буддистов. Над ним работает Генри Ольхотт. Предложен буддийский флаг, которым пользуются сейчас буддисты всего мира. Основано общество по защите буддизма. Кстати, одно из действий, которое предпринимает это общество, это восстановление праздника весок, празднование праздника весок священного для буддистов, в преддверии которого мы сегодня находимся. Нужно сказать, что именно тогда, в 80-м году, Анагарик от Хармапала встречается впервые с Еленой Петровной. Он пытается вступить в Таосовское общество в 19 лет, ему отказывают за юностью лет, принимают его только в 21 год. Он говорит так, «В тот момент, когда я коснулся их Еленой Петровной Блаватской и Генри Ольга Тарук, мое сердце переполнилось радостью, стремление к всемирному братству, к полной самоотдаче ради человечества затронуло струны моей душе». В 1994 году Анагарик вступает в Таосовское общество, я уже об этом сказала. Он становится генеральным секретарем буддийского отделения, он путешествует с лекцией вместе с полковником Ольгатом в качестве переводчиком. Тогда же он встречается и с другим деятелем Таосовского общества, Чарльзом Литбитером, и нужно сказать, что провести в деятельности этого деятеля в поздние времена, уже после ухода Елены Петровны Блаватской, Анагарик от Хармапала выступает очень и очень резко. Начинает издавать журнал «Буддист», и 21 год он принимает обет отречения, обет Анагарики, и выбирает себе новое имя, под которым мы его знаем, Анагарик от Хармапала. Он путешествует вместе с Альхотом в Японию, и с этого момента его путь, можно сказать, предопределен. Еще хочу привести несколько слов, с которыми он обращается и вспоминает о Елене Петровне Блаватской. Елена Петровна Блаватская помогала мне в моих усилиях. До того дня, когда она покинула Адьяр, Елена Петровна Блаватская заботилась обо мне. Она написала мне, чтобы я следовал свету внутри меня, я точно следовал ее совету, и я счастлив свидетельствовать о присущей ей чудесных силах мистического озарения. Любовь ко всем живым существам, малым и великим, стремление к отрешению чувственных удовольствий, которые препятствуют продвижению в сфере духовности, энергичные усилия в творении достойных дел для улучшения человечества, забвения себя. Все это своего рода было духовной пищей, которую я вкушаю с тех пор, как познакомился с замечательной личностью Елены Петровны Блаватской. Скажу буквально два слова об основании общества Махабудхи, потому что эта часть деятельности Анакарьки Тхамапала была очень и очень важна. Я упомянула, что священные для всех буддистов места в Индии связаны с рождением Будды, с озарением Будды, первой проповеди Будды и паранирваны в ходу Будды. Эти места не были не оборудованы для паломничества, в них не было ни храмов, не было мест, не оборудованы были места главных паломничеств. Даже беспрепятственное паломничество к этим местам не было обеспечено. И Анакарьки Тхамапала говорит, когда я коснулся лбом Ваджасана, это место Алмазный Трод, который был найден на месте Бодхгая, на месте озарения Будды, в моем уме возник внезапный импульс. Это побудило меня остаться здесь и заботиться об этом священном месте, настолько священном, что ничто в этом мире не может сравниться с тем местом, где принц Сакхинха достиг просветления под деревом Бодхи. И собственно в рамках работы общества Маха Бодхи Анакарька Хармапала старается провести свои мысли о единении буддистов. Он издает журнал, в котором сам пишет статьи, но он печатает статьи буддистов различных направлений. В это общество ходили буддисты разных стран и разных конфессий. Он старается действовать, здесь вы видите изображение всех четырех священных мест буддистов. Это общество содержит гостиницы для паломников. Также благодаря усилиям общества Маха Бодхи были построены множество буддистских храмов. Видите места главные священные места буддистов. И нужно сказать, что известно участие Нагарики Дхармапалы во всемирном парламенте религий. Здесь он выступал и в качестве теософа с речью о теософском направлении, а также о буддизме. Здесь вы видите Нагарику Дхармапалы в фотографии, знаменитая фотография с Вивиканандой. Хочу закончить рассказ об Нагарике Дхармапале словами министра образования и культуры Шри-Ланки. Нагарик Дхармапала был великим патриотом, любившим свою страну и сенгальский народ. И все же его мировоззрение было международным. Он был поистине мировой фигурой, колосом, который принебрегал расами и вероспеведаниями и национальностью. Он пробудил энтузиазм и вдохновил миллионы людей во всех известных частях мира на поиски духовного счастья, в отличие от чувственных удовольствий. Это была жизнь полной активной деятельности, жизнь, посвященную служению человечеству, жизнь, которой каждый сын Цейлона должен пытаться подражать. Николай Константинович Рерих Общество Махабодхи передает в подарок картину благословенную панацею. Также Николай Константинович Рерих сотрудничает с изданием Общества Махабодхи. Его статьи публикуются в журнале, а также собственное издание Общества Махабодхи публикуют отдельную брошюру, посвященную пакту Рериха о защите культурных ценностей. Вы видите эту брошюру, она называется Рерих Миротворец. Приведу несколько слов из статей Николая Константиновича Рериха обращенной к Обществу Махабодхи. Радостно послать привет Обществу Махабодхи с исключительной изысканной заботливостью. Это общество продолжает свою благородную работу. Все обращения основателя его и водителя Анагарик от Хармапалы наполнены такой преданностью и состраданием, которое вызывает в сердцах самые ценные отзывки. Трогая сердце эту державу света, мы прикасаемся к истинному сокровищу. Три статьи Николая Константиновича Рериха мы опубликуем в этой книге «Мир всему живущему», «Обращение к Обществу Махабодхи 8 мая 1930 года», статья Махабодхи и статья «Мир и культура». Я хочу сказать, что эти статьи написаны как будто вчера, мне кажется, что каждое слово этой статьи, прочитанное сейчас, звучит очень и очень сильно. Я хочу прочитать один маленький отрывок. Сели здесь, сели готовы, перекликается дозорная на стенах твердынь, с башеной им отвечает, всегда готов, бодрствуем по благе. Поистине следует перекликаться в нынешнее темное время всем, кто мыслит о благе. Через все горы и океаны следует объединение держаться всем сердцем правды, в час торжественной. Как же не объединиться, не послать всем ведомым и неведомым друзьям слово о дружелюбии? Ни слабость, ни безразличие это дружелюбие. Стремление к правде заложено в нем, связано с ним. Желание лучшего преуспеяния и беспредрассудочного познавания. Может быть, никогда еще мир не нуждался настолько в основе дружелюбия. Мир всему живущему. Но путь к этому миру через то дружелюбие, которым должны быть полны сердца наши. Всегда, во все время дня и ночи, при каждой встрече. Ведь нигде не заповедано во встречном ищи врага. Наоборот, дружелюбие является тем творящим началом, которое создает обновленную, преображенную жизнь. И заканчивает эту статью, эта статья Махабудхи, заканчивает эту статью Николая Константинович словами из Метасутты. Метасутта посылает свой мудрый зов дружелюбия словами. Как мать, подвергая опасности жизнь свою, бледет свое дитя единое, так пусть каждый растит дружелюбную мысль ко всему сущему. Пусть он зарастит в себе желание ко всему миру и дружелюбие и вверху, и внизу, и всюду, неограниченно, без всякой ненависти, без всякой вражды. Анагарька Тхамапала почитаем Нацелония, его считают национальным героем. Его день рождения празднуется. Хочу сказать, говоря о нем, он прожил жизнь, чистую жизнь, полное отречение. Она была проведена в преданном труде на благо человечества. Он обладал огромной силой личности, способной вдохновить сотни тысяч людей. А уж совсем закончить я хочу несколькими словами. Хочу, чтобы прозвучали для вас слова самого Анагарьки Тхамапалы. Слова, которые он говорит о своем учителе, о Будде Гаутаме, как он его характеризует. Эти слова можете тоже прочитать в книге. Это начало статьи основы империи истины. Правитель мира, старейший из мировых религиозных учителей, величайший подвижник, преемник предыдущих Буд, Татхагатта, сострадательный владыка, победоносный покоритель своего Я, первооткрыватель четырех благородных истин, странствующий вождь, освободитель совершенный, учитель богов, ангелов и людей, вездесущий, истинно сердечный друг, великий целитель, царь справедливости. Таковы эпитеты, характеризующие благословенного Будду Гаотану. А сейчас мы перейдем ко второй части, посвященной Гонапале Пиэсэне Мамаласекаре. Константин Викторович. Спасибо большое, Екатерина Станиславовна. Мы поговорим о второй части. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Во второй части нашей книги мы публикуем уникальные материалы, впервые переведенные на русский язык, кроме вступительной статьи о Мамаласекаре, буддист, ученый, буддолог, дипломат. Публикуются две его статьи о буддизме, а также публикуются уникальные воспоминания дочерей. Я об этом скажу чуть позже, а теперь я также, как и Екатерина Станиславовна, хотел бы сказать несколько слов о самом Мамаласекаре, ну, знаете, так пунктирно, чтобы дать вам понять, о ком идет речь вообще, что за фигура, и что это еще один заколос буддистского возрождения Цейлона. Джордж Пирис Маласекара, именно такое имя дали ему при рождении, поскольку, как вы помните из рассказа Екатерины, сингальские имена были ни в почете, ни в моде, поэтому его имя при рождении было Джордж Пирис Маласекара, и родился он 9 ноября 1899 года в городе Панадура на Цейлоне. Можно посмотреть этот город, который находится еще раз, который находится прямо недалеко на берегу моря, это, собственно, рыбацкая деревня, и недалеко от столицы Коломбо. Его отец, доктор Малалаги Сеодорис Пирис Маласекара, был выдающимся врачом Аюрведы. Мальчик уже с раннего детства проявил необычайные способности к обучению, его начальное и среднее образование прошло в колледже Святого Иоанна в этом городе Панадура. Но также нужно отметить, что образованием ребенка занимался и его отец. Именно под влиянием отца врача отца, он позже поступит в медицинский институт. Через отца юный Джордж Маласекара как раз и знакомится с Анагарикой Дхармапалой. Здесь мы, собственно, видим эту преемственность. По некоторым сведениям, когда ему было всего, Маласекере было всего 9 лет, он услышал выступление Дхармапалы и сказал, что он хочет быть таким же, как он и также помогать людям во всем мире. Посоветуют Хармапалы. Маласекара меняет свое имя на Сингальское и получает имя Гунапала Пиасена. Гуна означает добродетель, Пала от Паланая означает управление или защиту, следовательно, имя Гунапала означает защитник добродетели. Первая часть второго его имени Пия означает возлюбленный, Асена означает сообщество, следовательно, второе имя Пиасена это тот, кого любят в обществе. И нужно сказать, что по отзывам и людей, и родственников, близких, знавших Маласекеру оба имени полностью соответствовали и его характеру, и его деятельности. Как я уже говорил, следуя по стопам отца, он поступает в Цейлонский медицинский колледж, но учится он там всего лишь один год. Из-за смерти отца медицинское образование пришлось прервать. Пройдя заочное обучение в Англии, он получил степень бакалавра в Лондонском университете в 1919 году, закончив обучение с дипломом с отличием. Ему легко даются языки английский, латынь, греческий, французский. Известно, что он был самым молодым студентом, получившим степень бакалавра гуманитарных наук во всей Британской империи в том году с дипломом с отличием. Он продолжает образование и в 1923 году поступает в Лондонский университет. В 1925 году он одновременно получил две степени магистра и доктора философии по восточным языкам со специализацией на ПАЛИ в Лондонской школе востоковедения и африканистики. Ну и хотя она называется школой, на самом деле это подразделение Лондонского университета, которое является одним из ведущих мировых учреждений, специализирующихся на изучении стран Азии и Африки. Параллельно с обучением Маласекера начинает свою педагогическую деятельность. Так, с 1921 по 1923 год он работает в Ананда колледже в Коломбо, а в 1926 году сразу после окончания университета он становится директором Ананда колледжа в Коломбо. Здесь нужно отметить, что оба указанных колледжа появились на Цейлоне именно благодаря просветительской работе Теософского общества, которое возглавляла Елена Петровна Блавацкая. В 1927 году он сменил лектора до сочтимого Сурия Года в тогдашнем Колумбийском университетском колледже. Он читает лекции на английском языке по сенгальскому, пали, санскриту для экзаменов, для подготовки к экзаменам, которые студенты сдавали в Лондонском университете. В 1942 году был основан Цейлонский университет. Сейчас он называется Университет Коломбо или Колумбийский университет. Гунапала Пиасена Маласекра становится профессором пали и буддизма и возглавляет кафедру пали и одновременно работает деканом факультета востоковедения. Одновременно он также занимается исследовательской деятельностью. Его работы были посвящены буддизму и буддистской цивилизации. Уже после ухода из Цейлонского университета он получает звание почетного профессора этого университета. Хотелось бы сказать несколько слов о книгах, о трудах, написанных профессором Маласекра. Их много. Все они связаны с буддизмом, цейлоном, буддистской традицией Тхировада, палийским каноном. На трех из них остановлюсь чуть подробнее. Прежде всего это английско-сингальский словарь Маласекра. Это выдающаяся работа, которая стала поистине народной. Вряд ли на всей Шри-Ланке найдется такой дом, в котором не было бы этого словаря. Другой поистине грандиозный труд это словарь собственных имен Пали, опубликованный в двух томах в 1937 и 1938 годах. В этом труде читатель найдет не только значения собственных имен, но и ссылки, где их можно обнаружить во всей типитоке. Комментарии различных хроник, также ссылки на наиболее важные тексты, такие, например, как текст «Вопросы Мелинды», буддийский трактат, созданный около сотого года до нашей эры, который входит в раздел бирманского палийского канона. Здесь нужно отметить, что профессор Маласекер выполнил эту гигантскую работу, словарь собственных имен Пали, которая насчитывает более двух с половиной тысяч страниц, и вот всю эту гигантскую работу он выполнил в то время, когда единственным доступным техническим средством была простая пишущая машинка. И еще одна книга с интереснейшей историей. Во время Второй мировой войны Маласекер выступал по радио серии передач по просьбе лорда Льюиса Маунтенбеттена, британского военно-морского и государственного деятеля адмирала флота, последнего вице-короля Индии, при котором страна получила независимость. В этих передачах Маласекера на доступном языке рассказывал о буддизме солдатам, базировавшимся на Псейлоне. Эти выступления имели огромный успех и позже легли в книгу под названием «Так я слышал». Здесь нужно отметить, что фраза, которой названа книга «Так я слышал», знакома всем изучающим буддийские тексты. Первоначально учения Будды, известные как сутры, начинаются с фразы «Так я однажды слышал». Слово «однажды» иногда присутствует, иногда нет. Сам Будда установил это правило, чтобы отличать свои учения от учений других. И поступая так, он не только обеспечил сохранение своих учений, но и косвенно возвысил их до статуса шрути, то есть услышанных, благодаря которым веды, известные в индуизме. Представьте, сколько я уже видов деятельности Маласекры перечислил. Педагогическая деятельность, академическая. Так вот, помимо и педагогической деятельности, он также был еще и крупнейшим буддийским религиозным деятелем. Так, в 1939 году он избирается президентом Цейлонского буддийского конгресса и оставался им до 1957 года, когда он уже работал за рубежом на дипломатической работе. По возвращению на Цейлон в 1967 году он снова был избран президентом Цейлонского буддийского конгресса и действовал в этом качестве уже до своей смерти. Екатерина Станиславовна упоминала уже об этом, но я еще раз скажу, что вершиной, на мой взгляд, вершиной деятельности Маласекры было основание им всемирного братства буддистов, того братства, о котором мечтал и которому стремился Анагарико до Храмопала. Первый съезд всемирного братства буддистов прошел на освященных территориях храма Зуба Будды в городе Канди в 1950 году по предложению Цейлонского буддийского конгресса. На открытии присутствовало 129 делегатов из 29 стран. Это было совершенно уникальное событие, которое, кстати, очень хорошо задокументировано, и эти документы можно теперь найти, даже прочитать, они отсканированы в одной из библиотек, их можно прочитать. В 1957 году жизнь Маласекры меняется кардинальным образом. Пемьер-министр Шри-Ланки в то время Соломон Бандаранайке назначает его послом в СССР. Одновременно же он был аккредитован в Польше, Румынии и Чехословакии. Позже он становится верховным комиссаром в Канаде. Именно в годы работы послом Маласекера самым тесным образом сотрудничает с Юрием Николаевичем Рерихом. Они были знакомы уже давно. Вероятнее всего их первое знакомство произошло в 1923 году, когда Юрий Николаевич Рерих со своими родителями Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной посетили Цейлон по дороге в Индию. Сам Маласекера писал о своей встрече с Рерихом на Цейлоне. Так я процитирую. Я имел честь быть представленным ему Николаем Константиновичем когда он посетил мою страну Цейлон. Жизнь Рериха соткана из многих необычайных элементов, которые с трудом подаются описанию. Некоторые зовут его пророком, другие мистиком. Быть может сам он предпочел бы быть названным посланцем доброй воли от запада на востоке. «Где бы он не ходил по Азии в Тибете, в Ладаке, в Сикиме, в Бутане, в Центральной Азии и Монголии, лучшие люди Востока везде встречали его со знаками особого почитания, доверия и любви, редко оказываемой чужестранцем в этих странах». Конец цитаты. Напомню, что Юрий Николаевич Рерих был единственным из сессии Рерих, которые вернулись на родину. Он приехал по приглашению Хрущева, которым он встретился в Индии в 1955 году, и по приезду Юрий Николаевич в должности профессора сразу же возглавил сектор философии и истории религий Института Востоковедения Академии наук. А чуть позже он получил звание доктора филологических наук без защиты диссертаций по совокупности опубликованных им трудов. Началась его бурная академическая деятельность. И одним из самых близких соратников в тот период становится его давний знакомый профессор Гунапала Пиасена Маласекера. Можно перечислить лишь некоторые аспекты их сотрудничества. Это совместная деятельность в Институте Востоковедения. Юрий Николаевич преподает ведийский язык, буддистский санскрит, тибетский язык. Маласекера преподает сингальский, пали, он всегда говорил, я прежде всего, педагог. Совместная работа над цилонской энциклопедией буддизма, на которой работал Маласекера, а также сотрудничество воссоздание библиотеки буддистский издание Дхамапады из Палийского канона. Об издании Дхамапады я хотел бы, конечно, сказать отдельно. Дхамапада одно из важнейших произведений буддистской литературы, составлено из стихотворных хитричений Будды Шакьямуни. Дхамапада является частью Палийского канона, собрания священных буддистских текстов на языке Палий, известного также как Типитока, созданных предположительно в 5-3 веках до н.э. Типитока, или дословно три корзины, состоит из трех больших разделов. Виная Питока, или корзина свод дисциплинарных правил. Эта корзина разделена на две части. Одна часть представляет предписание монахам, что им нужно, необходимо делать, а другая часть представляет собой запреты, то есть то, что монахам делать не следует. Вторая корзина называется Сута Питака на Палий, или Сутра Питака, или корзина наставлений, которая, собственно, представляет собрание раннебуддийских текстов для обучения монахов. И третья корзина называется Абхидхама Питака, или корзина доктрин. Считается, что она одна из самых поздних сборников буддийских текстов. В Дхамападе, созданной около III века до н.э., изложены основные этические принципы раннего буддизма. Она входит в раздел Худа Каникая, Сута, Питаки, то есть второй части. Перевод Дхамапады был выполнен Владимиром Николаевичем Топоровым, выдающимся филологом и переводчиком под редакцией Юрия Николаевича Рериха. Ну и здесь, конечно, нужно сказать, что события, связанные с выходом Дхамапады, конечно, были, можно сказать, практически детективные истории супруга, супруга-переводчика Владимира Николаевича Топорова, известный индолог Татьяна Яковлевна Ирезаренкова рассказывала о том, что тираж Дхамапады был арестован сразу после выхода. Но Юрий Николаевич Рерих, узнав, что в магазин издательства поступило несколько книг, немедленно пошел в магазин, и поскольку директор магазина еще не знал, что тираж был арестован, он выкупил у него эти несколько копий, несколько книг, и немедленно разослал их через посольства в разные страны, в Англию, в Италию, в Индию. И через какое-то время из Индии на стол директора Института Востоковедения, в то время Гафурова, легло письмо о том, что легло письмо от правительства Индии о том, что оно поздравляет с выходом такого блестящего перевода от Хамапады и с возобновлением серии Буддика. Ну, Маласекера пошел еще дальше, он собирает большой прием в посольстве Цейлона, и на этом приеме, прием в честь выхода книги Хамапада, и на этом приеме самые высокие иностранные делегаты, журналисты, пресса. На следующее утро это все об этом приеме написано во всех газетах, тираж, арест тиража снимается, и таким образом эта книга возвращается в продажу. Еще хотел бы сказать несколько слов о традиционной буддистской свадьбе, которую профессор Маласекера, в то время посол Маласекера, устроил для своей дочки Аномы, о которой Екатерина Станиславовна уже говорила, в посольстве Цейлона в Москве. В своих воспоминаниях, которые мы впервые перевели для нашей книги, Анома Маласекера поделилась своими впечатлениями о том, как была организована и прошла эта свадьба, вы можете прочитать об этом в книге. Здесь вы видите фото пьедестала с изумительным цветком и балдахином, который был сделан мастерами сцены Большого театра специально для этой свадьбы. Была осень, и Анома переживала, что не будет цветов, но цветов было очень много, а отдельным сюрпризом стал подарок от сотрудника королевских нидерландских авиалиний, который прислал ей самолет невероятно красивые, свежесрезанные знаменитые голландские розы. На этих фотографиях вы видите непосредственно буддийскую церемонию. Слева совершенно уникальная фотография из архива Аномы Маласекеры, которая ранее нигде не публиковалась, и она опубликована в нашей книге. На ней Юрий Николаевич Рерих, который вел буддийскую церемонию, читает перед молодоженами сакральные мантры, тем самым благословляя их на духовный союз. На фото справа буддийские ламы также благословляют молодоженов. Здесь я хотел бы процитировать еще раз воспоминания профессора Татьяны Яковлевны Елизаренковой, о которой я уже упоминал в начале своего выступления, которая была на этой свадьбе. Вот что она пишет. Мы пришли, я цитирую, мы пришли, и что увидели? Там соорудили постамент, несколько ступеней, на первой ступени один лама, на второй ступени второй, а на третьей самой высокой Юрия Николаевич. Я глазам своим не поверила. И Юрий Николаевич, он вел этот обряд. Я смотрела на институтские активы и думала, а они видят, а если они видят, они понимают, что происходит. Я ни с кем этого не обсуждала, но ответ на вопрос мне был очень интересен. Посол Цейлона Малалесекера знал, кого он позвал совершать свадебный обряд для своей дочери. Малалесекера уже вскоре после ухода Юрий Николаевич в своей жизни уезжает. И здесь я хотел бы еще одну цитату Татьяны Яковлевны и Резаренковой привести о том, что говорил ей профессор Малалесекера об уходе Юрия Николаевича. Прошло лето, осенью в институт пришел Малалесекера. Занятия больше он не возобновлял и скоро уехал. Так как у меня были с ним очень близкие отношения, дружеские, как ученицы с учителем. Я ему говорю здравствуйте, я вышла и говорю здравствуйте, господин профессор. Он очень тепло меня встретил и говорит, вы знаете, а Юрий Николаевич так почему-то поторопился уйти, что даже не успел меня предупредить. Итак, он уезжает, Малалесекера уезжает и работает верховным комиссаром в Канаде и одновременно постоянным представителем ЦИЛОНа при Организации Объединенных Наций. 1963 по 1967 год он работает верховным комиссаром уже в Великобритании. Это, собственно, было время рассвета его дипломатической деятельности. Дипломаты из разных стран с большой и сердечной теплотой вспоминают о работе с Малалесекерой, о его удивительном характере, умении работать с людьми, умении находить выход в самых сложных вопросах международной дипломатии. Кроме того, он всегда был сыном своего народа и где только можно он организовывал выставки цейлонского искусства, на которые он привозил из Цейлона уникальные произведения, раскрывавшие подлинную красоту культуры этой страны. В 1967 году Маласекер возвращается на Цейлон, где работает председателем Национального Совета Высшего Образования. Все его помыслы направлены на создание оптимальных условий для того, чтобы студенты могли получить самое лучшее образование, причем не только научное, но и духовное. Он уходит из жизни 23 апреля 1973 года, как сказала уже Екатерина, он успел достать момент, когда Шри-Ланка в 1972 году получила свою независимость. По словам старшей дочери Читры его последние слова были следующие «Храните мужество во времена невзгод и сострадание во времена процветания». Шри-Ланка помнит своего сына, выдающегося деятеля, в творчестве которого отразился истинный синтез науки, философии и религии. О нем пишут книги, о нем пишут сети, книги, активно работает фонд. Ну, Екатерина уже говорила, что фонд Малосекера возглавлял Виджая, мы с ним еще успели переписываться в прошлом году, но вот как раз несколько месяцев назад он ушел из жизни. И ну вот эта книга, которую вот эта книга в нижнем правом углу это большое такое большое издание юбилейное к столетию со дня его рождения. Эту книгу как раз его сын Виджая Малосекера успел нам передать в подарок. Теперь вернемся к содержанию. Вторая часть книги, как мы говорили, посвящена Малосекере и открывает эту часть статья Малосекера буддист ученый и буддолог. Далее мы поместили две статьи самого Малосекера впервые переведенные на русский язык. Это статья распространения буддизма, статья, которую мы взяли из упомянутой мною ранее книги «Так я слышал». Эта статья как раз является заключительной главой этой книги. И вторая статья, которая нам показалась очень интересной, называется «Перерождение и доктрина отсутствия индивидуальной души». Напали, эта доктрина называется «Аната». Эта статья была взята из английского издания Малосекера, которое называется «Буда и его учения», выпущенного Министерством культуры Шри-Ланки в 1957 году. Эта статья тоже впервые переведена на русский язык. Ну и, конечно, особый интерес представляют мемуары двух дочерей, которые также впервые увидели свет на русском языке. Первым идет воспоминание старшей дочери Малосекеры, Читры. Эти воспоминания были впервые опубликованы в 2017 году в юбилейном томе, посвященном Малосекере. И вторые воспоминания принадлежат Перу другой дочери Аномы, именно той дочери, которая сопровождала отца в качестве секретаря, когда он был послом, и которую вместе с женихом благословил во время буддийской свадебной церемонии Юрий Николаевич Рерих. Мы имели большое счастье и радость получить эти воспоминания от самой Аномы. Мы с ней говорили, мы с ней переписывались, мы с ней общались по телефону, и, конечно, это для нас было большим радостным событием, большой радостной находкой. Ну, нужно сказать, что воспоминания обеих дочерей написаны с большой любовью, с огромным уважением к своему отцу. Кроме интереснейших личных воспоминаний, удивительных описаний исторических событий, охватывающих не одно десятилетие, мы вместе с читателем можем прикоснуться к огромному культурному и научному пласту жизни страны Шри-Ланки. Конечно, воспоминания изобилуют большим количеством сингальских имен, географических названий, философских, буддийских терминов. Поэтому мы дали обширный справочный материал, ну, насколько это было возможно, чтобы, с одной стороны, читателю было легче ориентироваться, а с другой стороны, мы хотели глубже отобразить тот научный, культурный, философский мир, в котором жил и творил профессор Маласекера. Но поскольку это все-таки воспоминания дочерей, любимых и любящих, они полны лиризма, теплоты, необыкновенной душевности, той, собственно, замечательной атмосферы, которая царила в доме семьи Маласекеры. Ну, мне остается только пригласить всех познакомиться с нашим изданием и еще раз сказать, что мы надеемся, что наша книга привлечет внимание читателей к выдающимся представителям буддийского мира Анагарики Храмопали и Гнапали Пиасена и Маласекери и будет способствовать дальнейшему изучению их научного, литературного и философского наследия. Ну и в заключении мы хотели бы показать те фотографии, еще раз, какие-то из них уже были в презентации, ну, показать вам, в общем-то, все фотографии и изображения, которые вошли в книгу. Я передаю слово Екатерине Станиславовне. Мы хотим показать внутреннее устройство книги. Действительно, есть два прекрасных вкладыша и мы очень благодарны Максиму Васильевичу за то, как прекрасно получились и Елене Григорьевне за то, как прекрасно получились эти фотографии. Два вкладыша. Один посвящен Нагарике Дхармапале и второй посвящен Мамалу Секари. Здесь вы видите родителей Нагарика Дхармапала. Замечательная фотография уже поздних лет с его подписью и родителей Дхармапалы, а также картины, изображающие те самые знаменитые дебаты между буддистами и христианскими священниками на Цейлоне. Этот разворот посвящен Елене Петровне Блаватской и также здесь вы видите портрет с полковником Генри Олькотом, а также фотографии, которые были сделаны во время путешествия полковника Олькота в Японию, который в этих обеих путешествиях ему с ним был Нагарик от Хармапала. Далее здесь фотографии Всемирного парламента религии 1893 года. Весь этот разворот посвящен именно этому времени, потому что фотография в белом одеянии Нагарики, то Нагарики я объяснила, что это титул, а не имя, и Нагарики обычно носили белое одеяние. Вы видите, кстати, здесь он опять же в белом одеянии часто носил. А здесь мы показали буддистский храм в городе Санат, который был построен обществом Махабодхи и фотографию конца 19 века храм Махабодхи в Бодхгайе после реставрации. И разворот посвященный Николаю Константиновичу Рериху, и мы здесь приводим картину богословенной панацея, которая была подарена Николаю Константиновичу Рериху в библиотеке Санатского отделения общества Махабодхи. И фотографии последнего, последние лет, здесь вы видите одна из последних фотографий здесь Дхармапалу после принятия им полного буддийского обета, он становится буддийским монахом под именем Шридова Митта Дхармапалу. И следующий вкладыш посвящен Гонапалю своим сыном внуком Маласеке Руаном. А здесь две абсолютно удивительные фотографии. Гонапала Биасенар Маласекар был дважды женат. Его первая жена англичанка рано умерла, она не смогла вынести климата Цейлона и Читра она умерла очень вскоре после рождения Читры. Здесь вы видите свадебные обе свадебных фотографии Маласекера. Его первая жена Маргарет Хелена Маласекера и вторая жена Лайл Маласекера. Именно в этом втором браке родились остальные дети. И Анома была первой дочерью этого брака, второй дочерью Маласекера. Здесь вы видите Виджай Маласекера младшего сына Маласекера, где происходит презентация юбилейной книги, о которой говорил Константин Викторович. Вы видите здесь некоторые издания Маласекеры, конечно, некоторые издания, одни из популярных. И фотографии буддистской свадьбы Аномы Маласекеры и Дадли Виджай Ратны. Если вы почитаете текст, вы узнаете все изображения и порува, постамент, который был сооружен специально в Москве, момент благословения Константин уже показал и моменты официальной церемонии. И закончить хотим вот этой замечательной обложкой и еще раз поблагодарить Елену Григорьевну за это издание. Спасибо большое. Ну, я еще забыл сказать, вот одно буквально слово скажу, что эти прекрасные изумительные воспоминания дочерей, Аномы и Аномы и Читры, они, как я уже сказал, были впервые перенены на русский язык, и в этом переводе нам помогали наши коллеги, сотрудники музея, Максим Моисеенко и Людмила Шундяк, и я отдельно хотел бы их поблагодарить за помощь при переводе этих мемуаров. Спасибо большое еще раз, мы готовы передать слово в музей. Добрый день еще раз, дорогие друзья. Что я могу сказать? Я могу поздравить только Константину Викторовича и Екатерину Станиславовну за прекрасную работу. Мы всегда мечтали, чтобы буддизм пришел в наш город Одессу, и в 2008 году у нас состоялась необыкновенная выставка в этом зале, в котором вы сидите. Его святейшество Далай-Лама XIV основал, кстати, Мэйтрея. Движение Мэйтреи и проведение ценностей буддийских. Буддисты, в отличие от христиан, никогда не носят и не любят показывать сокровенное. Они держат его внутри, в сердце. Христиане всегда предлагают частицы мощей, сами мощи, а они сохраняют. И вот тур Мэйтрея, который состоялся, я вообще была удивлена, потрясена тем, что тур Мэйтрея состоялся. Потому что условий было много, на которые нужно было сделать и то, и другое, и третье. В общем, я старалась это делать вместе с сотрудниками. И даже кое-что пришлось, скажу вам откровенно говоря, приукрасить, потому что я боялась, чтобы этого тура Мэйтрея, он может не состояться. И самая большая проблема была большая статуя Мэйтрея, которая должна была расположиться в этом зале, высота этих потолков. Ну, в общем, многое, я не буду описывать как это происходило, но они не могли перевести большую статую, потому что они летели уже самолетом, а не западной Украины, не из Европы. И они прилетели к нам, это было, они прилетели, мы их расположили в гостинице, и на следующий день вечером для ВИП-гостей, и здесь, в этом зале, в котором вы сидите, были соблюдены, нужно было достать столы, и вот эти драгоценности в запаянных колбах находились в рингсе. Я стояла здесь и думала, боже мой, золотой песок Будды Шакьямуни, Кашьяпы, Нагоржуны, Милорепы, я говорю, у меня волосы становятся дыбом, Дзонкопы, и ты смотришь на это естество, действительно, кристаллы психической энергии, божественной энергии, которая неуничтожима, это и есть естество этих святых людей. Вот это благодаря Константину Гилевичу и Екатерине Ляховой мы получили в общем этот тур Моэтрея, это было два дня, два-три дня, и они исчезли, они улетели дальше. Но один из монахов, который был, он подошел ко мне на следующий день и говорит, я видел сон, просите, что вы хотите. Я видел, я знал, где бывал Рерих, там бывал, где только его святейшество, это великий духовный человек, но вот после этого сна, что вы хотите? А у меня первым делом хотелось, чтобы у нас в городе была ступа, ну, есть христианские храмы, есть католические храмы, есть движение Кришны, но хотелось бы ступа. Он рассмеялся и говорит мне о том, что он является заместителем его святейшества Дайла Алламы XIV по установке ступ. Какую ступу вы хотите? Восемь видов ступ. Сострадание, конечно, я хотела эту ступу сострадания, и на картине Николая Казатиныча Рериха, когда Будда спускается, уже в момент просветления, он спускается не в момент, он спускается с этого места и идет в мир к людям, неся свой свет и чашу, наполненные знанием, светом. Он говорит, ступу где? В городе. Землю нужно иметь. В музее. А потом он говорит, вы знаете, я знаю, что я сделаю. У меня есть ступа, в которой находятся ценности, и в этой ступе находится естество Будды. я вам подарю эту ступу в музей, и я к вам прилечу. Но я к вам прилечу в декабре месяц, и тогда день рождения, как считается, второе воплощение дзон-копы, труды знаменитой Ламрим, который им принадлежит. Вот это декабрь, день его рождения, и я прочту серию лекций, посвященные этому труду. И он прилетает в декабре. Он таки, да, прилетает. Он привозит эту ступу, которая у нас установлена в нашем музее, в комнате учителей. И там находится естество ступа, которое символизирует строение мира. И в памятных местах чертен, ступа, по-разному она называется. И всегда туда вкладывают священные или молитвы. И точно так же, как и скульптурные формы, они запечатаны. Туда вкладывается молитва, посвященная этому святому, запечатается и свящается. Её нельзя вскрывать. Вот у нас находятся наши экспозиции, даже не хочется говорить, а малые скульптуры Будды, Будды, Майтреи, они запечатаны, и в них находятся соответствующие молитвы или частицы. Их мы не распечатаем. Вот точно так у нас появилась, в общем-то, эта ступа. Таким образом, буддизм, помимо того, что он находится в музеях, а благодаря Елене Дмитриевне Огневой очень много. Юрий Николаевич тоже потрудился Рерих, он в 1957-1959 году был в Киевском музее Барвары Богданов-Ханенко, где находится Восточный отдел, и по приглашению заведующего отдела Востока Крижецкого он описывал, делал опись Танхи, икон, благодаря Юрию Николаевичу. А вот благодаря Елене Дмитриевне Огневой описание многих экспонатов, потому что приходилось изучать по ходу буддизм, описывать экспонаты, и мы издали по её предложению такой своеобразный путеводитель по музеям, в которых находятся памятники, памятники буддизма. Это, конечно, богатая коллекция в Музее Западного Источного Искусства. Вот здесь находится коллега Лена Галиевна Садыкова, там находится коллекция. Вторая коллекция в музее Александра Владимировича Блещенова муниципальном музее, который он собирал, а наша коллекция к нам попала удивительным путём, причём есть у нас уникальные, ну, не иконы, танки, например, XVIII века. У нас есть, подарил один человек, который позвонил мне, он уходил из жизни в сорок с чем-то лет, и он позвонил мне, я слышала ваше выступление по радио, приезжайте, пожалуйста, к мне, я хочу вам передать из Иволенгенского настыря, и других, вот те сокровища, которые хранились у него, он так и передавал мне, их, и, в общем-то, я привезла, и, кроме того, ещё мы покупали, приобретали, я приобретала, по сегодняшней день мы приобретаем, и у нас есть, действительно, уникальные, такие уникальные памятники, которые я покупала, например, в магазинах, например, XVIII век, а там даже не понимали ещё, что у них находится, в антикварной лавке города Ялта, например, Ирина Дмитриевна это всё описывала. Таким образом, у нас в городе три точки, и в том числе наш музей, и вот этот путеводитель, идея какова была, можно прийти в музей западно-восточного искусства, прийти в музей, муниципальный музей имени Александра Владимировича Брещенова, и наш музей, чтобы познакомиться с экспозицией буддизма, где представлены и вот эти чаши с естеством Будды. И когда вот это была непогода, я очень переживала, а Елена Дмитриевна Огнева приехала к нам в город, и она мне говорила, Елена Григорьевна, я говорю её интонациями, не надо переживать, всё состоится, потому что слоны уже прошли по Дерибасовской, а к нам в это время приехал цирк, и привезли слонов, их купали в море, и они прошли по Дерибасовской, выносили им все жители кафе, поели, кормили этих слонов по дороге. Я почему говорю о слонах? Потому что у буддийской традиции, у каждого великого святого подвижника есть ездовое животное, и, конечно, вы видите слон, слон – это ездовое животное, но вы знаете, что когда Майя, мама Будды, Шакьямуни, Сиддхартхи, должна была его рожать, ей приснился сон, из левого её бока вышел белый слон. Слон белый – это ездовое животное Будды Майтрея, грядущего, пятого Будды, который уже пришёл и правит в мир невидимый-видимый, то есть каждый считает, что в мир приходит спаситель, буддисты его называют Майтрея. Отсюда тур Майтрея – это целый комплекс, который должен был построен. Майтрея сидит, спустив ножки или стоя. Вот в музее, кстати, в музее Бличенова находится Будда. Майтрея стоя – это значит, он уже пришёл в мир. Ножки спущены, он не сидит в позе лотоса, а это значит, что он уже пришёл и правит миром. Поэтому ездовое животное «Белый слон», и эта серия, конечно, поддержка, это сотрудничество, это содружество. Как говорил Николай Константинович, как достигнуть мира? Нужно разоружиться сердце и в духе. Всё очень просто, но попробуйте разоружитесь. Сердце должно согласиться на разоружение. Поэтому в нашем городе, вот благодаря такой миссии, которая состоялась в Майтрее, в которой причастна, я говорю, Константин Гиревич и Катерина Лякова, и основана серия. Опять-таки, это всё замыкается, вот эта книга, это вклад, вклад для обмена, для синтеза, для содружества, религии, для содружества учений, которые лежат в основе, а они не отличаются ничем. Каждая религия, будь то христианская, иудейская, индуистская, буддийская, это очень важно. Так что эта книга, выход этой книги, труд, который проделали Константин Гиревич и Екатерина Ляхова, им помогли, вот в переводе он упомянул и Людмилу Шундяк, и Максима Моисенко. Я считаю, что это очень важный вклад в дело развития буддизма, направления в нашем городе, в нашем государстве Украины. Это вклад в культуру, потому что времена плохие проходят, а культура остаётся. Николай Константинович Рерих понимал культуру как подсчитание света и благодати. Цивилизация может проходить, а культура, или развиваться, а культура, это очень важная вещь. И Елена Дмитриевна Огнева считала, что через Украину очень много прошло буддизм, буддийских миссий. И вот она искала следы под Киевом. А в нашей Одессе побывали очень интересные буддисты, и даже считалось, что одно время знамя буддистов где-то проходило через Одессу. Были утеряны очень многие, ну, революции, смутные годы и так далее, и так далее. Так что выход этой книги огромное, огромное спасибо Гилевичу, Константину Гилевичу и Екатерине Ляховой, и поблагодарить, хочу, конечно, издательство StarPrinx, с которым мы сотрудничаем более 25 лет, 30 лет, наверное, сотрудничаем. Мы можем печатать книги на любых условиях, как угодно. Эта книга, конечно, недолгое время типография не работала, я очень боялась, что эта книга потом не выйдет, потом ее приходилось вычитывать, все работают по домам, не было бумаги, не было аппаратуры, появилась потом новая аппаратура, действительно, появилось все хорошего качества и фотографии. Хочу поблагодарить директора издательства Геннадия Александровича Гарбузова, Яну Николаевну Забанову, Забанову, которая неизменно помогает, и Владимира Графика, который помогает для того, чтобы вытянуть многие картинки и придать им тот вид, который придали. Ну и, конечно, вышла книга, эту книгу, кстати, вышла на средства самих авторов, они оплатили. Так что наша была задача только мотаться между вычитывать, и вместе вычитывается только один раз, если будут ошибки, вместе с корректором, вместе с техническим редактором, и следить, как она будет прокатываться, выходить, и все остальное. Так что хочу поздравить наш город, наше государство, в конце концов, мир поздравить, и чтобы эта книга всего лишь 100 экземпляров. Ну и что такое 100 экземпляров? Мы передали, правда, 20 экземпляров, мы успели передать, быстро надо все делать в Нидерланды, и дальше эта книга должна передаваться в страны. Главное, чтобы она была в научном обороте. В музеях эта книга проявляет живой и большой интерес. Вот Елена Дмитриевна уже отправила. Мы отправили Елене Дмитриевне, она отправила дальше эту книгу, чтобы она была в научном обороте, и не застряла только в музее. Вот таким образом. Ну и, конечно, что я могу сказать, стоимость бешеная стала, поднялись цены на бумагу, на все остальное, логистика. Но книги выходят, мы печатаем. Так что со слоником шагает слон, ездовое животное Майтрей и Буды. Спасибо, друзья, что вы пришли на презентацию, что вы участвовали. Крайне интересно рассказали об Анагаре Кетхармапале, о Гонапала Пиэсэна Малаласекере, и, конечно, о Юрии Николаевича, конечно, который был высоким, высокое буддийское лицо, которое свершал обряд, и которому служили ламы. И ступень, это огромную роль играет символическую, на какой ступени стоял Юрий Николаевич Рерих вместе с молодоженами и остальные ламы. Он вел эту службу. И действительно, Юрий Николаевич сделал очень многое для того, чтобы, во-первых, вернуть, ну, тогда в Советский Союз, восстановить школу Востоковедия, которая была разгромлена. Труд был проделан колоссальный, для того, чтобы вышла, в общем-то, книга для чего? Для того, чтобы восстановить эту библиотеку, в общем-то, будику. И сам Юрий Николаевич ушел, в общем-то, при странных обстоятельствах, и у нас находятся работы Смирнова-Русецкого Бориса Алексеевича, который знал всех членов семьи Рериха с 1926 года. Он был знаком с Юрием Николаевичем, открыл дверь, когда он пришел знакомиться с Рерихами, которые прибыли после Центральной Гималайской экспедиции во время заезда в Москву. Он знал всех и встретился с ним, когда он вышел после 10 лет тюрьмы, ГУЛАГа, 5 лет ссылки. Он встретился с Юрием Николаевичем, который вернулся на родину в 1957 году. Два с половиной года, в 60-м году, вот 30 мая, он ушел, в общем-то, из жизни. Борис Алексеевич был Смирнов-Русецкий, свидетелем вот таких вещей. Но он вернул буддизм, он восстановил, он преподавал, он давал языки, устраивал конференции, и он вырастил школу, могучую школу буддологов, среди которых вот Константин Викторович упоминал Елизаренкову. Это благодаря Юрию Николаевичу. Но и у нас в Украине атрибуция. И когда возвращался Юрий Николаевич, он ехал, возвращался тогда в СССР через Одессу. И груз проходил через Одессу, где был благополучно задержан даже на какое-то время. Но как же иначе? Так что это весомый вклад в дружбу народов, в солидарность, если вы хотите, забытое слово, понимание, проникновение, понимая учения другого, другой нации, народности, если вы хотите, мы будем лучше понимать друг друга. В этом году Юрию Николаевичу Рериху исполняется 120 лет со дня рождения. Так что эта книга вышла и как раз к этому еще знаменательного события. Итак, друзья, спасибо за внимание. На этом презентация закончена. Спасибо Константину Югилевичу, спасибо Екатерине Ляховой. Всего доброго. До новых встреч.